вы видите друзья 5-месячного щеночка ему всего пять месяцев и его можно погладить хотя он как увидит другую собачку сразу рвется ее облавить вот мы тут наблюдали его вот максик гладит собачку это очень терапевтическое такое занятие ого побежал побежал видит такой боевой такой да смотри какой такой игрун значит максим расскажи вы знаешь что вот дети в американской школе кроме самой школы они чем-то же занимаются кто-то спортом кто-то может быть музыкой кто-то занимается значит у нас есть программа школе музыкой заниматься это кроме кроме занятий кроме уроков и так так называемый экстра каррикулер да значит если ты должен цена на какой-то бумаги значит а мы там делаем музыку у нас есть банк и string я в струны и я делаю то есть это струны до струны и как бэнд это такой типа джаз такой духовой значит я делаю струны я вайлэн скрипка да я скрипка так я гитара я это просто чуя я иду на лессонт это одна я иду субботы 10 часов все фри то есть в школе можно бесплатно еще заниматься музыкой но это одно если ты потеряешь или сломаешь инструмент да это больше чем 200 долларов то есть инструменты раздают школе выдают я не буду туда не летом и у нас маршрут да и потеряют дети инструменты кто-то один кто-то все время забывал вайлэн где у себя дома не поступать прямо такой но это же он ее не потерял просто дома у него responsibility безответственный да и а девочки олеся ты потерял книжку так это 8 доллара слушай а есть русскоязычные дети в школе только я но это кул вот быть да таким да очень ну а какой-то какая-то востребованность есть русскоязычности может быть перевести что-то или там но для чего-то вот может пригодится для пользы какой-то значит я помню в один раз моей старой школе кто-то пришел и украинский так он пришел офис и начинал говорить его лэнгвич ну он тоже пробовал говорить по-английски это был ребенок родитель да и а они позвали меня и они сказали макс да из украины украины но это я бы так не сказал конечно ну да есть конечно awesome alrightman hello what do you mind oh no not at all so what is the breed i'mience and how old are they just barely a year pretty much puppet what part of russia i'm from moscow see what he's born here Я работал с NASA. Я был счастлив, чтобы приехать к твоему Старскому городу дважды. Ну, мы все-таки местные, поэтому мы просто живем здесь. Так что ты знаешь русский язык? У меня был honor встретиться с тобой. Я уверен, что они не знали меня, если не было водка в их руках. И я не знаю. Я скуба-диваю. Я иногда иду в Австралию, а потом я был счастлив, чтобы в Руссию. Для скуба-дива? Нет, для работы. Но я думаю, что я держу мою ликву очень хорошо. Но все австралийцы и вы, по-другому, пить меня в первом росте. Октябрь-фест – это хороший место для этого. Ты никогда не ехали? Нет. Это замечательный опыт. Они очень хороши в этом. Они очень хороши в этом. Они очень хороши в этом. Он уже запутался. Мы, люди, думаем, что нужно уничтожить крючок, чтобы встать крючок. Нет, нет, нет. Окей, спасибо большое. Это замечательный опыт. Ну, как собачки? Мягенькие? Миша, как называются люди собаки? Паг. Это были паг. Миш, как они называются? Честно сказать, я не знаю, как это по-русски назвать. Нет, не эти. Вот те, которые смешивают... Лабрадуду? Лабрадор. Это смесь пуделя с лабрадором, да? Значит... Значит, он пришел, позвали. И потом, после этого, мы получали компьютер. Я все время делал research. Если украинский и русский почти все. Ну, а это два славянских языка, то есть они из одной группы? Да. И они говорили почти то же. То есть можно было понять? Да. Ага. Ну, просто бывает, что из Украины кто-то приедет, он просто по-русски говорит. Да. Да. И... У нас есть rotation в школе, и он называется smart time. А rotation, то есть у вас как-то... После ланч, после ланч. Так что, а что делают с вами? Значит, у нас есть три stations. Science, Art и Social Studies. Station, station это как? Как? Это комната или... Каждые три недели... Так. Мы придем после ланч на нашу station. А station это что, комната? Классрум. Классрум, так. Значит, завтра я буду арт. Так. А после завтра я буду... Следующей неделе еще арт, потом следующий арт. А... То есть у вас такие циклы, то есть три недели цикл арт, три недели цикл science, три недели... Что там еще осталось? Social Studies. Social Studies. То есть вы не учитесь, скажем, равномерно всю неделю, а вы так три недели потом, три недели, то есть фокус меняется... Да. Как интересно. Ну что же. Слушай, а вот урок. На уроке, например, дети должны сидеть тихо или разрешаются обсуждать... Что? Все временно, в математике. Так. Ой, так. Громко. Что, что? Дети. Подожди, а о чем они разговаривают? Просто разговаривают. Подожди, они разговаривают на темы посторонние, не об уроках? Нет, просто односторонние. Посторонние? Угу. А как же, а урок как же? Они просто full around. Так. А что же учитель? Она все время говорит, if you do that one more time, I will send you to the principal's office. Так. Но не шлет. Иногда шлет. Иногда она на наш повышает голос. А как? Кричит прямо? Как? Окей, everyone, that is enough. У нас тетя. Так. И... Налево. Туда. Ага. Когда мы очень громко становимся... Так. Так. На нас... Подожди, ну это математика. Да, на математика. А есть уроки, где дети тихо сидят? Да. Значит, после smart time, не на Wednesday, потому что это ранный день. Так. Мы... Наша школа все время заканчивается в 2.25. Так. А на Wednesdays заканчивается в 12.50. То есть в среду у вас на один урок меньше? Ага. Потому что это early day. Так. Значит, на уроке. Что они нам задают? Здесь направо мы сворачиваем. Так. Окей. Значит, что они нам задают на уроке? Нет, подожди, все-таки есть уроки, где дети тихо сидят. Где сидят? Тихо. Тихо. Ну в смысле вот... Читать, читать только. Это... Значит, после это ротация, да? Да. Ротация, да. А после smart time закончится. Ага. А мы будем homework time. Прямо в школе? То есть ты не должен идти домой, чтобы делать homework, а прямо в школе делаешь? Да. У тебя есть... Ам... Один сорок пять, да, два двадцать пять. Это чего? Эм... Сорок сорок пять минут? Эм... Ну да. И мы делаем уроки. Или... А если у тебя нету никакие, значит, тебе только нужно читать и все. А читать что? Чего ты хочешь? А, любую берешь читаешь? Да, да. И потом читаю, закончу, положи обратно. Слушай, а, не надо с тобой носить, там берешь книжку. Если ты хочешь сам, если ты хочешь домой взять и цуки, но если ты не возьми... Не возьми... Не принесешь обратно? Не принесешь обратно. Больше не... Не дадут. Да, учителя тебя не будет траст и... Не будет доверять. Подожди, но учитель контролирует, кто принес, кто не принес. Да. Значит, если мы... Мы должны... Вот они там идут, идут. Мы их потеряли, наших. Значит, мы должны спросить у их... А, у нее... Мы можем, пожалуйста, взять эту книжку домой почитать? Она скажет, да. Но если ты принесешь обратно... Но она записывает куда-то? Нет, она... Она просто тебя трастет. Нет, нет. Но откуда она знает, ты принес или нет? Мы должны ее показать. Ага. А что вы ставите-то? Пошли. Ну, так что в кадр не будем. А что в кадр-то? Вы у нас кинематографически... Скажите вот так вот, скажите. Ха-ха-ха-ха. Он тут за вас отдувается, все рассказывает про школу. Так... А портфель вот ты носишь с собой тяжелый? Там много всего? Нет, не очень много. Значит, у нас есть байндер, где мы должны ставить наше домашнее задание. У нас все... Байндер это такая папочка, в которую можно вставлять листочки и вынимать. Да. Угу. Угу. Когда она спрашивает, can I please have your homework class? Так. Мы достанем и потом даем. Так. Ну, подожди. Байндер ты с собой носишь? Да. Теперь. А учебники? Учебники? Да, все должны. Если ты собудешь, у тебя есть плохой responsibility. Ага. То есть это педагог тебе говорит, что-то ты безответственный. Или где-то галочку там ставит. Если у тебя не будет домашнее задание, она поставит тебя на detention. Ага. Так строго. И что мы сделали это домашнее задание. Понял, понял. Мы сделаем и потом you're free. А бывает, что вот дети, например, ну что-то все время забывают. Книжку забыл. Или там снял с тебя кофточку забыл. Ну что-то. Да, очень. Очень много людей. Но не говорят про них, что у них responsibility нехорошая? Говорят, говорят. Они говорят. Значит, у нас есть девочка в школе. Ее имя Ади. Да. Она потеряла книжку и никогда не нашла ее. Так. Значит, она должна заплатить. Да. Родители, фактически. Значит, а у меня только один раз в школе потерялась книжка. Угу. Она не была очень дорогая. Только пять долларов. Угу. А другие книжки, как, сорок долларов, двадцать один долларов. То есть бывают такие тоже. Ну, я брал лаки. А вот лаки. Ага. Я не потеряла очень дорогую. Понял. Ну, хорошо. А вот школа. Самые старшие дети в элемент Рескова. Это вот какие? Пятый класс? Да, пятый. Ну, а вот ты сейчас в пятом. Да, я сейчас в пятом. И в этой же школе, например, приходят люди, которые в первый класс или даже в киндергарден, да? Да, у нас есть прескол. Прескол. Те, которые, например, прескол. Да. Они вот уважают тех, которые в пятом? Мы их никогда не увидим. Почему? Потому что у нас есть different lunch. Так. Значит, у них lunch как рано, а у нас чуть-чуть попозже. То есть вы вообще не встречаетесь? Нет. Ааа. Понял. То есть они не могут, старшие не могут младших так реально обидеть, если что? Нет. А бывает, что, например, старший братик там и младший братик, и оба ходят в школу. А у нас есть один мексиканец, у него есть брат в первом классе. Так. Значит, они идут от школы в самое время, 12, 2, 25, 2, 25. Так. И потом… А в школе они не видятся? Раз у них lunch в разное время. Значит, на Friday у нас есть smart time. Ага. И потом мы можем встретиться с нашей боди. С друзьями. Ну, боди. Ага. И когда они придут, мы делаем какой-то fun activity, и потом мы отправляемся домой. А вот дети, например, если скажем в классе, там, не знаю, там пять мексиканцев, они будут дружить именно друг друг с другом, потому что мексиканцы. Или дети все перемешаны и дружат независимо от того, откуда. Ну, просто как random. Ты с ними подружил, ты с ними подружила. Ну, то есть не то, чтобы они не будут дружить с другими. Да. Такого нет? Нет. Да. А вот там, ты говоришь, из Афганистана, мальчик там, из Турции. Да. Они тоже так со всеми? Mixed? Или? Да, они тоже. Он, который из Турции. Да. Он с нами друг, который на нашем игре. А по-английски говорит? Да, нет. Чуть-чуть только. Ой, а как же вы с ним? Ну, просто он нас понимает. Так ему сколько лет-то уже? Ему девять. Угу. Ну, что же. Хорошо. Ну, а так он хороший? Да, он хороший. Никогда ничего не плохо сделал. Угу. Все время хороший мальчик. Но он одевается так же, как вы, или он как-то по-другому? По-другому. А как? В чем разница? Значит, мы должны черные, белые. У вас форма такая? Да, форма. А он одевается purple и черные. Ну, ему разрешают или он сам так? Да, да, да. Он как... У нас есть дресс-код. Ага. No gang resemblance. Так. Никакие бренды. Так. Какие футбольные. Строго. Да. Ну, то есть все ходят в черном и белом, а он в черном и красном. Ну, я тоже не иду в черном и белом. Ага. Вот ты говоришь, что дресс-код есть. Ну, как иногда это на parents decision. А, окей. Окей. То есть это более гибко. Да. Ну, хорошо. Ладно, спасибо. Мы пришли, друзья, с прогулки. Давай, Макс, мы скажем всем спасибо, кто нас слушал. Да. Вот. А если вопросы какие-то, пусть задают. В следующий раз увидимся. Вот. Хорошо. Счастливо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок